Что за нему, сколько мою машину оценят, все это очень интересно, пойдемте узнаем. На каком пепелате мы сегодня работаем, вот такой у нас Ford Transit. Сейчас попаду в ТП, давай, пожалуйста, отстаньте. Всем привет, дорогие зрители моего канала, я рад вас приветствовать, меня зовут Андрей, вы на канале GetaDreams, мы работаем в городе Санкт-Петербург по тарифам доставка и курьер. Сегодня у нас 23 декабря, осталась неделя до Нового года, я съездил утром на тренировочку, поиграл в футбол и такой, думаю, может быть заскочить доставку, включаюсь на линию, мне приходит экспресс 6 точек сразу, плюс 800, там получается, что было внутри этого заказа. Два ревгоша на Петроградке забрал, потом получается забрал частника на Крестовском острове, платье мне там отдали. И еще Уральская 29, это лента, там, кстати, поменяли вход, раньше надо было забирать там со служебного, сейчас там с магазина надо забирать. И, помежду прочим, я уже везу отдавать последнее вручение, это ревгош, вот. Вот, затратил на этот мультик в общей сложности почти 2 часа, где-то 1.50, 1.40, 1.40 пока, да, потому что взял его в 11.30, сейчас время 13.10, как раз 1.40 и осталось мне ехать буквально тут 2 минуты. Вот, лечу отдавать, сейчас посмотрим, насколько закрою, такой интересный мультик. Если честно, то уже думал, что забыл сегодня камеру дома, потому что вроде как не планировал на самом деле выходить, все как-то спонтанно получилось, просто освободился чуть раньше и посмотрел, что кафе есть, думаю, ладно, включусь. Сегодня мне надо будет отлучиться сразу по делам, после этого заказа мы поставим в сторону Академки кнопку по делам, потому что там я договорился поменять камеру заднего хода. В общем, там она в таком не очень хорошем состоянии, плюс, как вы помните, до этого я заказывал рамки с подсветкой со своего YouTube-канала, там, где GigaDreams прямо прописано, красиво все должно светиться, но я их не подключил, и сзади еще, когда я менял камеру, она, получается, была в самой рамке, а я сейчас заказал, что, получается, камера будет в крышку багажника вставлена, и можно будет поставить рамку. И красиво все подключить, все должно светиться, сиять, в общем, сейчас закрою этот заказ и направимся на Академку. С человеком я договорился на 14.30, поэтому у меня есть время, получается, закрыть этот заказ и по кнопке по делам потихоньку на Академку пробираться. Так что вот такие планы, я, между прочим, уже приехал, сейчас отдам Ревгош и посмотрим, сколько оценили мой шикарный мультик. Ну что, друзья, раскидал я свой мультик, ушло у меня час сорок пять времени по пробегу где-то 25-30 километров. Вот такая цена, честно говоря, думал, будет побольше, но как есть. Так, что мы делаем? Блин, ну сегодня бы неплохо, на самом деле, бы вручение, смотрите, можно бонус, в принципе, выкатать по-хорошему до конца дня, да? За два часа сразу четыре сделал, нормально. Так, ладно, выставляю кнопку по делам и поехал потихоньку на Академку. Сейчас вам по-быстрому покажу, что хочу поменять, пока время есть. Ну и заодно посмотрим до-после, да? То есть, смотрите, видите, здесь рамка сразу идет с камерой. Вот, а я заказал, получается, вот такую камеру. Вот она, по идее, должна вставать вот сюда, вместо плафона, как я понимаю, да? Ну да, вместо светильника. Вот, и по идее, еще мы должны это все подключить, и это все должно светиться. Сейчас покажу, как это должно выглядеть, как спереди получается. Вот, видите, вот это все должно еще светиться красиво. У меня спереди не подключено, даже номер еле-еле видно. Вот, это все должно подключаться, и не зря же я покупал эти рамки, на самом деле. Поэтому погнали потихоньку. Ну, а ехать мне, в принципе, немало. Сколько показывает? 52 минуты, 18 километров. Да, такой маршрут, нечего с центра добираться. Ну что, выдвигаемся потихоньку, проверяем в драйве, но там, по-моему, ничего нету. Да, тут пусто-пусто. Будем время от времени сюда поглядывать, мало ли. Опа, что-то появилось. На Торфеную, Приморский район. Садовый, за 7 соток. Так, это Торфеная, Приморский, Гулливер. В принципе, на самом деле, прикольный заказ. Опа, у Яши приходит заказ. На просвещение. Нормально, в принципе, то, что надо. Отлично. Кнопочка хорошо сработала. Вывеска салон ногти, плюс фото. Это что-то новое. Блин. Что-то видели новое, да? С фоточкой было. Так, здесь, не знаю. Гулливер. Так, есть еще такой. В Кудрово. Вон, блин, когда надо в Кудрово, то тут есть заказы. Когда не надо, то нет. Шуруповерт бы я отвез. Хорошо, приложение хотя бы не залагало. У меня вот вчера оно конкретно лагануло, и заказ я пропустил. Хорошо, без потери активности обошлось. Ну, в общем, заказы, походу, в центре есть. Надо потихоньку ехать и что-то ловить. Ну что, друзья, недолго я ждал следующий заказ. 290 экспресс, и это Яндекс.Лавка, представляете? Я вообще в шоке, что это Яндекс.Лавка. Дал прям туда, куда надо. Ну, просто молодец, Яша, смотрите. Куда я прям ставил, туда и дал. Просто красавчик. Надеюсь, я по времени четко успею, куда мне надо и во сколько. Ну, с лавки на канале Грибоедова я еще, конечно, доставки не забирал. Так, немного припрятана она. Ну что, друзья, забрал я свои 4 посылки. Вот таким образом выглядит. Да, короче, цена заказа 700 рублей. Посмотрел я по приложению. За 700 лучше ехать, куда мне надо, чем холостым. Не просто так, правильно? Поэтому нормально. Ну, тут, конечно, лотерея, как тебе повезет. Мне очень хорошо повезло. Прямо соседний дом, куда я ставил точку. Так, по заказу едем 15 километров 48 минут. Поехали. Ну что, друзья, мало мне было Яндекс.Лавки. По индрайверу нашел заказ с Васьки. В принципе, по пути реально я проезжаю через Ваську. На север еду. Взял заказ, картину какую-то буду забирать. Стоит 500 рублей. Почему бы и нет? Что еду за 700 рублей? Что еду за 700 рублей? А что поеду, получается, за 1300 рублей? Ну, почти в два раза. Нормально? Нормально. Этот драйвер выручает. Иногда очень хорошо, конечно, именно с заказами по пути. Когда у тебя что-то паяшки есть, то нормально. Либо наоборот, по драйверу взял, паяшки поставил и огонь. Так, ну что, забрали. Я-то думал, там картина-картина, а там вот такая фигня. Видите, тоже на севере ехать. 43 минуты, 12 километров. Ладно, отвезу сначала драйвер, потому что в Яндексе запас времени вроде как побольше. И потом, ну и, соответственно, вот именно куда лавку, мне туда по делам надо. Там будет все рядом. Поэтому вот так. Вот, смотрите, куда по драйверу я взял заказ. Знание улиц, так сказать, немножко мне помогло. Вот сюда я отдаю. А вот здесь находится метро Академическая. Четко, вообще идеально, мне кажется. По драйверу завершаем поездку. 500 рублей мне перевели. Оцениваем на пятерочку. Теперь переключаемся. Здесь, видите, запас еще полчаса. Есть ехать. Хотя, по факту, по факту, 7 минут, 1,7 километра. Ну, классно же, нет? Мне кажется, четко. И, кстати, я думал, я в лавку буду отдавать. Нет, придется часть никуда ставить до квартиры. Вот сюда. Поэтому сюда и едем. Дорогие друзья, я хотел бы посоветовать вам один из крупнейших сертифицированных парков на территории России. Это эксперт парк. Могут подключить как водителей такси, так пеших курьеров в Яндекс.Еду и курьеров в Яндекс.Доставку, если вы на автомобиле. Комиссия парка для доставки будет всего 50 рублей в сутки. Пять видов моменталок. Также есть ежедневные выплаты и без комиссии. Есть возможность заказать новый клевый термокороб. Доставка по территории России будет бесплатная. Есть бонус друга 1000 рублей. Также недавно стартовала программа Эксперт Парк 2.0. Это для парковых самозанятых. Для них будет дополнительный приоритет плюс 5 баллов. Комиссия для Яндекс.Доставки на автомобиле будет 40 рублей в сутки. Бонус за приведенного друга будет 1500. Поэтому все актуальные ссылки я оставлю в описании к видео. Залетайте, регистрируйтесь и удачных вам доставок. Ну что, процесс идет полным ходом. Пока вставили, сейчас подключим. Попробуем сегодня заодно сделать и рамки. Ну что, друзья, закончились работы. Два часа занимались мы всеми этими процедурами. Показываю вам результат. Начнем. По-хорошему надо было спереда начать, но начну сзади. Вот такой сочный вид. Очень хороший цвет у рамок. Мне прям очень нравится. Пойдемте наперед, посмотрим, что там. Спереди, в принципе, то же самое. Смотрится очень круто. Мне кажется, очень офигенно, да? Вот так вот. Теперь меня заметить очень легко стало. Так же, что еще сделали. Поменяли камеру заднего вида. Она теперь в ручке. Она теперь вот такая незаметная. Плюс свет здесь немного лучше стал. Вот здесь плафон. Он такой светодиодный, хорошо светит. Качество камеры очень сильно улучшилось. Показываю вам. Вот такое качество. Она направлена более вниз. Качество лучше намного стало. Плюс белые полосы, они в зависимости от... Руль, по-моему, крутишь или когда движешься, они, короче, тоже овалами крутятся. Так что, вот такие дела. Так, что у нас по времени? Время 5 часов вечера. Не знаю, 6 вручений. 5 часов вечера до 12. Фиг его знает, конечно. Давайте посмотрим обстановку, которая в доставке сейчас. Так, друзья, зашел я в таксометр. Если честно, то обстановка мне не нравится. С такой обстановкой я бы не хотел, конечно, добивать 6 вручений. Но в центре что-то более-менее. И то там пробок много. Здесь север так себе на самом деле. Мне кажется, по-хорошему надо искать заказ домой. И ехать домой отдыхать. Посмотрим, что в драйвере. Оп. Пусть прогрузит чуть-чуть. Сейчас посмотрим, какие там заказики. В общем, в драйвере тоже особо ничего нет. Есть один заказ. Но он такой, короче. Не очень, как мне кажется. Мне как бы его неинтересно делать, если честно. Поэтому я, наверное, выставлюсь в сторону дома. Потихоньку кнопку по делам поставлю. Но буду ехать домой. Что тут ловить? Непонятно. Домой мне ехать, в принципе, нормально, наверное. Так, по делам. Напишем. Европейский 8. Так. Ну, поставим полчаса, в принципе, рисует. Это, наверное, по каду, да? Да, это по каду. По каду нам неинтересно. Маршрут. Так, раз, раз. А так 50 минут. Офигеть. Можно за полчаса поехать, а можно за 50 минут. Мы поедем вот так, наверное, за полчаса. Пофиг. Зачем по городу тащиться в этими всеми пробками. Так, домой долетел. И все. Ну что, друзья, еду потихоньку по кнопке домой. Вот она установлена. Я на линии. Все дела. Вас не обманывают. Ничего пока не приходит. Доставка 140. Курьер 2,5. Пока ехал, знаете, что вспомнил? Что у меня нет термокороба. То есть, ближайшая проверка, и я заблокирован. Поэтому у себя на районе я нашел. Ну, получается, в основном парки продают. Логистические. Или не логистические. Короче, таксопарки занимаются еще продажами термокорбов. В каждом районе города есть точки продажи этих термокорбов. И я позвонил. Ну, где-то с третьего, с четвертого раза, наверное, у меня получилось. Ну, то есть, я сейчас на севере. Здесь попробовал позвонить. Кто-то работает. Выходные не работают. Кто-то только в понедельник будет. Кто-то кого-то вообще не дозвонится. В общем, у себя на районе нашел точку, где продают термокоробы. Новый черный термокороб, 1200 рублей. Вот поэтому сейчас заеду еще, куплю термокороб, чтобы у меня был. Вот, поэтому вот такие. Короче, сегодня половину занимаемся делами, половину работаем в доставке. Как-то вот так у меня получается. Ну, когда-то и этим надо тоже заниматься. Поэтому летим за новым термокоробом. Ну, что, друзья, закупился новым термокоробом. Выглядеть он будет вот таким образом. Не желтый, не зеленый. Плохо видно, наверное, да? В общем, вот так Яндекс.Доставка. Вот такой стильный, новенький. 1200 рублей. Если посчитать все мои затраты сегодня, то я поработал, наверное, в минус. Потому что человеку, который мне сделал камеру, рамки, я заплатил 2000, работа вышла. И термокороб 1200, это 3200. А заработал, как вы помните, всего 2600. По пробегу где-то 50 километров у меня получилось. Вот такой лайв, рабочий ролик получился у меня. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в новых роликах. С вами был Андрей. Всем пока.